МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это не могло бы отмечать свой юбилей. 55 лет со дня образования. Николай Устинович, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш альмаматор – Барнаульское высшее военное училище летчиков. Расскажите про годы учебы, что дало вам это образование? В 1967 году образовалось училище. 18 августа будет юбилей, 55 лет. А 54 года назад, в 1967 году, я приехал в числе абитуриентов с Кузбасса. Я школу закончил в 1966 году. Но в этот году был двойной выпуск. Были 10-11, поэтому летные училища переполнены. В 1967 году приехали. На протяжении двух месяцев мы проходили отбор, сдавали экзамены. Но, к сожалению, мне не повезло в этот год. Уже при зачитывании приказа о зачислении я свою фамилию не услышал. Ну, пришлось послужить. Я до этого год в шахте отработал под землей непосредственно. От земли до неба. Да, а затем отслужил в армии, в морской авиации. И вновь приехал, в 1968 году поступил. Ну, что такое училище? Знаете, в то время в Советское было у нас 14 летных училищ. Можно было выбирать любое, тем более военнослужащим. Но я ехал именно в Барнаул, поскольку первую попытку сюда делал. И профиль нам говорили ЕБА, потом ФБА. Ну, факт то, что здесь обосновалось. Училище в период становления практически восстанавливались с нуля. Аэродромы строили, Камень на Обислав, город северный, Колбанка. И мы участвовали в строительстве этого нового корпуса учебного. Разбирали там завалы, все, что осталось от ШМАС. Это школа младших авиаспециалистов существовала. И то есть учеба была какая-то, не знаю, в старых, доэтажных времен царской постройки здания. Ну, как-то дружно, весело ребята. Мы смотрели на тех, кто шел впереди на год нас. Им завидовали искренне, когда в 69-м году мы заканчивали первый курс. Они уже летали. Это было вершиной. Я не забуду день своего первого полета на самолете Л-29. Значит, мы выпускались с хорошим налетом. 180 часов. Это по нынешним временам очень неплохо. А вы помните, когда вы впервые сели за штурвал? Вот мандраж, страх. Какие ощущения или ничего не помните? Знаете, не верилось до последнего момента. Думаешь, ну вот сейчас самолет, вот он живой, настоящий. Я в кабине, я управляю самолетом. Ну, сзади инструктор, понятно, но все равно оторвались от земли. Вот оно. Вот до этого я совершал три прыжка с парашютом. И, как говорится, не первый раз в воздухе. Но все равно управлять, чувствовать, как самолет повинуется тебе. Ты отклоняешь ручку, он реагирует. Ну, а о первом самостоятельном полете, это вообще любого летчика спросить, он не помнит. Вот я 12 июня, а до 1770 года выполнил свой первый самостоятельный полет. Это вообще ни с чем. Ощущения не сравнимы. К сожалению, вот сейчас не все выпускники летных училищ гражданских имеют такое счастье. Очутиться с небом один на один. Ты один в небе. И самолет, и ты. Все. То, что ты сделаешь, что самолет будет выполнять. А много выдающихся летчиков выпустило это училище? Да, вот за 28 выпусков было в училище. Значит, в каждом... Я сейчас не помню последующие. Я первый помню. Первый выпуск. Три генерала. Герой Советского Союза. Первый и последний вице-президент Рудской. Это, ну, так или иначе, гордость. Парень-то был видный, хороший. Вот. Нашего выпуска три генерала. А, и герой России там в первом выпуске, Валера Поташов. Это наши земляки, наши. Да, да, да. Заслуженный летчик-испытатель. Боря Севков, заслуженный летчик-испытатель. В нашем выпуске заслуженных военных летчиков несколько человек. То есть училищу есть чем гордиться. Ну, я уже не говорю о Павлюкове, который вошел уже в историю, как говорится. Парень совершил поистине выдающийся подвиг. Царство ему небесное, как говорится. Поэтому... Смотрите, 20 лет, больше 20 лет уже... В 99-м году закрыли, да. Да, расформировано. Где сейчас мальчишки, девчонки учатся пилотировать? Если вообще учатся. Очень сложный вопрос. Понимаете, вот геополитически Барнаульское училище очень было выгодно. Местоположение, понимаете. Вот здесь, как говорится, врагу нас было труднее достать, чем в Краснодаре. Три аэродрома было построено. Воздушное пространство использую. И кому выгодно было закрыть училище? Ну, кроме как нашим врагам, никому. Я считаю, что это величайшая глупость, если не сказать больше, что это предательство интересов нашей страны. Закрытие летных училищ, причем закрыли практически все, оставили одно. Боль, больше, не знаю, как выразить это чувство, досада, злоба, по-хорошему, на тех, кто это решение принимал. Понимаете, в чем дело? И таким образом, пацаны, как вы сказали, Сибири, Дальнего Востока, они практически лишились возможности поступать в летное училище. В Краснодар надо ехать, а тем более сейчас еще Министерство обороны прекратило оплату проезда. Раньше поступали оплата, оплачивался проезд к месту сдачи экзаменов, сейчас этого нет. И из малобеспеченных семей, я не знаю, очень трудно добраться до Краснодара, чтобы там попробовать свое счастье. Можно сказать, что мы лишились целой плеяды выдающихся летчиков из-за таких решений? Да, возможно, вы понимаете, за это время, сколько было бы за 20 лет подготовлено еще летчиков, наверняка бы уже были, вот у нас единственное, нет космонавта ни одного, может уже были бы и космонавты. Расскажите, вот вы когда-то тоже были ребенком, мальчишкой, почему небо? У меня это началось с того момента, когда я впервые увидел самолет близко. Мы у нас с пацанами, ну, школьников вот они захватили, а школьники, начиная, по-моему, чуть ли не с первого класса, второго класса, выезжали на помощь работникам сельского хозяйства по уборке картофеля, и мы были задействованы, убирали картофель, и вдруг буквально рядом садится самолет. Вот, я не знал даже, как он называется, позднее понял, Ан-2, выходят два таких, ну, достаточно, ну, мне казалось, что они взрослые, но на самом деле там они до 30 лет парни, значит, обошли, посмотрели, что-то поговорили, сели и вновь улетели. Я думаю, как так? Вот они только что были на земле, и теперь они в воздухе. Я думаю, я обязательно добьюсь, чтобы стать летчиком. И когда появилось объявление о наборе парашютную секцию, аэроклуба, к сожалению, в Прокопьевске не было, вот, соседний аэроклуб Кемерово находился, а вот в Прокопьевске вот эта парашютная секция, мы всю зиму ходили, этот парашют укладывали, чтобы летом прыгнуть с парашютом один раз. У вас в вашей копилке, в вашей коллекции свыше 10 тысяч часов налета. Да. Это очень много. Ну, за 40 с лишним лет так-то, в общем-то, очень много. Мы летали много, летали вот в год до 500 часов находило. Аэрофлот, конечно, летает в гражданской авиации гораздо больше, в армии гораздо меньше, но мы вот в середине так находились, поэтому 500, 400, 500 часов в год. А какие какие-нибудь такие серьезные, страшные случаи у вас были в небе, вот опасные? Может быть, на грани жизни и смерти или что-то такое? Да, лично я, к сожалению, являлся организатором проведения трех похорон, людей, которые погибли, можно сказать, на моих глазах, на нашем аэродроме. Я самому пришлось садить самолет после пожара двигателя, выключение, и на поле, там, на Косогор, мастился. Очень сложно, чудом мы не въехали там в лесополосу. Какие ощущения вот в этот момент? Какие ощущения? Ощущения, вы знаете, у меня вот сейчас без, как говорится, бахвальства, можно сказать, у меня была мысль одна. Впереди сидит курсант, его надо как-то обеспечить максимальную безопасность, самолет. И я старался его прижать в самолет так, чтобы, например, если препятствие будет лобовое, то я развернусь, чтобы он ближе ко мне, передней кабиной он зацепил, там, курсанта. Ну, удачно посадил самолет. Спортсмены, как известно, народ суеверный, и у летчиков, естественно, тоже есть ряд поверий. Одно из них, это то, что нельзя перед полетом фотографироваться. Может быть, объясните, почему? А я не знаю, это как-то повелось из старей. А сейчас, к сожалению, или не знаю к чему, ну, уже кто-то, никто не соблюдает. И там слово последнее, можешь, поправляешь, не говори ты здесь последнее, говори крайне. Крайний полет, крайний прыжок. Я говорю, не фотографируйтесь вы перед полетом. О, сели, сфотографировались, полетели. Ну, Господь, видимо, прощает, ничего пока страшного не происходит. Вот в вашем аэроклубе около 30 самолетов, которые сейчас на приколе, они не взлетают в небо, то есть они стоят и... Плачут. И плачут, да. Вот я их лично видела, и очень жалко смотреть на это. Очень жалко, очень жалко. В чем проблема отремонтировать? Вот ремонт одного самолета, который сейчас стоит на приколе, сколько стоит? 5-700. 5 миллионов 700 тысяч. У аэроклуба есть такие деньги? Нет таких денег. Нет, и край, который вот сильно нам помогает, и благодарность искренне, как говорится, руководству края, не имеет права помочь нам в ремонте, потому что технику эту поставили на учет в Росимущество. А по закону Алтайского края, они на это деньги, они расходовать не могут. И мы попали в такую ситуацию, что сами заработать не можем. Ну, я добился, нам 50% скинули, но сейчас дальше там какие-то проблемы. Будем решать, будем бороться, сдаваться не собираемся. Николай Васильевич, такой вот финальный вопрос. Как вы оцениваете алтайскую авиацию сегодня? Алтайскую авиацию? Всю. Ну, аэропорт наш там в хорошем состоянии, но он не имеет своих самолетов. И многие сибирские города лишились. Раньше был мощный авиационный отряд. Были Ту-154, Як-40, Л-410, Ан-2, Ми-8, все летало. Сейчас остался там Ми-8, по-моему, Н-2, я уж не берусь. Далее, вот наш аэроклуб с одним самолетом. Ну, вот сейчас ребята, частники, это в Калманке собрались, молодцы. Они вот в день авиации, как говорится, ну, праздник устроили. Дай бог им, как говорится, удачи, успехов в этом деле. Но они опять за свой счет все это делают. Понимаете? А обучение, летное обучение, должно быть, ну, единая методика. Нельзя один учит так, другой так. Потом получается, что летчик пришел, один может садить, а другой отключилась система автоматической посадки, и он вручную не может посадить. Это очень страшный живой пример. Суперджет в Шелеметьево. Это страшно. Очень много нареканий к системе летного обучения сегодняшней. В Советском Союзе была лучшая в мире система. Поменяется эта система, как вы думаете? Ну, сейчас вроде есть подвижки в эту сторону. Дают больше летать, меньше надеяться на автоматику. Надо давать летчику. Ни один автомат летчика живого не заменит. Понимаете? Так или иначе ситуация, как в анекдоте, когда жена, она мужа, говорит, что ж ты покупаешь новый огнетушитель, когда старый провисел 10 лет и ни разу не пользовались. Так и навыки действовать в особых случаях, они, может, летчику и не пригодятся, дай бог, никогда. А если произойдет этот особый случай, он знает, как действовать, умеет. Вот поэтому надо готовиться ко всему. Спасибо вам большое, Николай Устинович, за такую очень интересную беседу. Ну, хотелось бы поздравить всех с текущей, как говорят, в авиации неделей. Сейчас 12 августа по 18. А 18-го 55 лет нашего училища. Спасибо. Всего доброго. А я напоминаю, что у нас в гостях был заслуженный тренер России Николай Устинович Радостев. Субтитры сделал DimaTorzok